Очень много, в том числе учёные, изучают, что в Библии много взаимоисключающих, противоречивых вещей. Вы замечали это в переводах и как к этому относиться? А вы лучше приведите мне пример, потому что вот так сразу взаимоисключающих. Вот я вам привела взаимоисключающие. У Матфея не берите ничего, ни сандалий не берите, ни посоха, а у Марка не берите ничего, кроме сандалий и посоха. Вот, пожалуйста, взаимоисключающие вещи. Но они есть, да. Трудные места, я могла бы сказать, вот какие. Рассказ о Рождестве, он не совпадает у Матфея и у Луки. Ну, у Марка его нет, в четвёртом Евангелии нет. А так называемое, условно называемое Евангелие Рождества есть у Матфея и есть у Луки. И вот они настолько отличаются друг от друга, что их нельзя гармонизировать. И мы не можем ничего по этому поводу сказать. Потому что, если мы берём Матфея, то, что мы там видим, они живут вероятнее всего семейства. Ну, то есть она, Иосиф, жених Марии, невеста. Они названы по-древнему муж и жена, но они не могут быть в супроводских отношениях. Год длится обручение. И только после этого уже свадьба со всеми вытекающими, что называется, следствиями этого. Они, насколько там сказано, где они живут. Но вероятнее всего, они живут в Вифлееме. Они живут в Вифлееме. Становится известно, что... Да, именно туда приходят восточные мудрецы, чтобы поклоняться. Именно туда приводит звезда. Именно оттуда, по велению, ангела во сне Иосифу велено бежать. Потому что угроза от Ирода исходит. И они бегут в Египет. Мы берём... А потом они возвращаются. Они хотели бы вернуться в Вифлеем, то есть к себе домой. Но они узнают, что, хотя Ирод великий умер, но теперь правит Этнарх, его старший сын. Архилай человек не менее злой и не менее жестокий, чем его отец. И они по этой причине возвращаются не в Вифлеем, а переселяются в Галилею, в Назарет. Вот поэтому Иисус назван Назарянином, хотя он родился не в Назарете, согласно Матфею, а просто прожил более-менее сознательную жизнь. Был много лет, прожил там. А если мы возьмём Луку, что мы там видим? Они живут в Назарете. Дальше появляется указ императора о переписи. Это вообще загадка, потому что, конечно, и Галилея, и Иудея были в это время, были то, что мы называем клиентами, государствами неполносеронаправными. Юридически они самостоятельные государства. На самом деле это клиенты. То есть они без ведома Рима не могли делать ничего абсолютно. Но могли ли они, мог ли Рим велеть делать перепись в независимых государствах? Загадка. К сожалению, исторический материал нам ничего не даёт. Мы узнаём, что перепись была в Сирии до этого. Мы узнаём, что перепись была там позже, но не в Иудее, не в Галилее. И имя прокурора тоже другое. Поэтому это загадка. Ну ладно, мы на это здесь останавливаться не будем. В общем, для того, чтобы исполнить этот указ, они должны почему-то идти вместо своего происхождения Вифлеема. Во-первых, женщина не обязана была идти. Тем более, вы сами понимаете, она уже была, как мы называем, на сносях. Поэтому это загадка. Они не могли путешествовать вдвоём, как очень часто изображают там на иконах, потому что они не муж и жена ещё. И им запрещается общаться. Они вообще не общаются, так сказать, наедине. Значит, это целый, так сказать, целый поход, большое количество. Ну ладно. Делегация. Да, делегация. Об этом могу. Вот, именно там рождается Иисус. Значит, ничего не говорится о звезде. Ничего не говорится о этих астрологах-мудрецах, которые приходят поклониться. Ничего не говорится о преследовании Ирода, младенца. Наоборот, они, в общем, спокойно через несколько дней, через короткое время отправляются в Иерусалим, потому что нужно было. Кстати, не обязательно принести ребёнка. Но можно было. Первый день посвящается Богу. Когда-то в прямом смысле посвящался Богу. А потом выкупался. Ну и его выкупили, потому что, помните, богатые должны были принести в жертву барана, а бедняки принести пару голубей. Вот они, люди бедные, они принесли в жертву пару голубей. И тем самым, значит, они выкупили своего первенца. А в случае, если не выкупили, то нужно было самого младенца принести в жертву? Ну, этого уже не было. Это было когда-то. Это было когда-то давно. Но мы с тех пор уже об этом забыли. Так что вот эти рассказы, видите, рассказы о Рождестве, скорее всего, к моменту создания Евангелия уже было, очень многое было забыто. Ну, потому что, в принципе, для христиан это совсем не важно. Понимаете? Совсем не важно, когда там был. Матфею было важно показать, что с самого момента Иисус ожидает вражда. Знаете, как в 4 Евангелии к своим пришёл, и свои его не приняли. Значит, он пришёл, и Ирод, и там даже весь Иерусалим, конечно, это не означает, что все жители Иерусалима, в общем, они все там перепуганы, и они, значит, ему с самого момента рождения ему грозит смерть Иисусу. Они вынуждены бежать за границу, в Египет. Но зато туда приходят иноземцы, язычники, которые приносят дары, приходят и поклоняются. Дальше там уже художественные... Ну, у нас, знаете, вообще астрологи у христиан, это что-то чур меня. Нумерологи, про которых мы поговорили с вами, чур меня. Ну, вы понимаете, в чём дело. Тогда не было астрономов и астрологов. Тогда это было одно и то же. Люди занимались, скажем, звездочёты. Они смотрели на небо, они высчитывали там движения, они очень много сделали, да, в самом деле. Конечно, много было и благоглупостей. И, кстати, между прочим, действительно, среди... Они же называются, вот те пришельцы, они по-гречески называются магой, маги. Маги. Да. Это и учёные, это и богословы, это мудрецы, потому что, это, вероятно, священники. То есть, это не те, которые чудеса там творят? Нет. Они учёные, грамотные, умные. Нет, 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 нет. Да, ну, как правило, вот жрецы в древности, там, в Египте, в других, так сказать, они, в общем-то, были элитой. Они не только там приносили жертвы, они были образованы людьми, они много знали, они, как правило, изучали, значит, небесные сферы и так далее, и тому подобное. Так что, понимаете, вот перевести магу очень трудно. Конечно, волхвы, это очень плохое, плохой перевод, потому что, ну, это совсем какие-то такие уже непонятные товарищи, наподобие того, с кем встретился там Вещи Олег. А, ну да. Да. В знаменитой поэме Александра Сергеевича Пушкина. Вот поэтому... И потом, между прочим, кстати, отцы церкви ранние, они гадали, вот, магой, вот как, маги, значит, в христианстве, это что-то хорошее или плохое. Да. И кто-то из них даже там, ну, я не буду брать, есть у меня здесь комментарий на Матфея, можно было бы взять цитату, зачитать. То, что с этого времени магия стала упадать и как бы потеряла всякую силу. А, ну всё, после рождения Христа. Ну, да, да, да. А до этого, ну, как бы, имело место быть? Да, получается, да. Получается, имело место быть. Очень интересно. А вот я, когда имел в виду противоречия, ну, например, такие вот, не то, чтобы вот в разных Евангелиях, а вот в самом тексте, ну, например, там Христос говорит, вернее, в Библии сказано в заветах Бога почитать отца и мать. Христос говорит, кто не оставит отца и мать. То есть, ну, как бы вещи, которые вроде как взаимоисключающие. Да, понятно. Понятно. Значит, тут ведь такая вещь. Иисус не требует от всех своих последователей оставить отца и мать. Это требование только для очень узкого круга, даже не всех учеников, учеников гораздо больше, когда Иисус избирает 12, то Он их избирает из гораздо большего числа людей. Правильно? А в деяниях, во второй главе, когда рассказывается о том, как вот был ветер шумный, как ураганы спустились на голову, вот 12, или не 12 даже, там были 12, но, возможно, вот эти языки пламени спустились на голову гораздо большего числа людей, потому что было 120 учеников, а потом там будет больше и больше. Вот требования, вот эти жесткие требования оставить родителей, оставить свое имущество и так далее, касаются только, скорее всего, 12 человек. Опять же, смотрите, 12, да? То есть Иисус, избирая себе 12 апостолов, восстанавливает тот Израиль, каким его замыслил Бог. А Израиль состоит из 12 племен, поэтому 12 племен, 12 человек. И когда один уходит, Иуда, то выбирают на его место, чтобы восполнить то самое важное число полноты. Поэтому, понимаете, значит, Иисус требует оставить не из аскетических соображений, не для, как бы, большей святости, а просто они должны быть вместе с Ним. Они не могут ходить там, понимаете, целым караваном, с женами, с детьми, с валами, с верблюдами, со желанием. Подождите, сейчас маме позвоню. Я с маме позвоню и так далее. Да-да-да. Вот. И они должны быть готовы ко всему. Значит, Иисус, когда избирает уже апостолов, там, особенно у Марка, хорошо сказано, они должны быть с Ним. То есть, это не просто они должны находиться с Ним, они должны быть постоянно и обучаться. А обучение – это не слушание лекций, а образ жизни. Они смотрят на своего учителя и подражают ему в его словах и в его делах. они должны будут проповедовать, возвещать радостную весть. И они, их наделяет Иисус способностью исцелять болезни и сгонять бесов. То есть, они должны будут быть его полноценными представителями. И когда он уходит с земли, то они должны исполнять вот эти самые, все то, что делал сам Иисус. Но это, я повторяю, это касается только очень небольшого круга людей. Вовсе не все, кто христиане, должны тут же бросить отца, мать и так далее. В некоторых случаях да, но только тогда, когда знаменитое выражение не меч, не мир, но меч. Да? Не мир, но меч. Иисус не приходит с целью, там же сказано, я пришел разделить. Иисус не пришел с целью разделить. Но Иисус понимает, что люди так или иначе вынуждены разделяться. Кто поверил, идет с Иисусом. А кто не поверил, тот уходит. Значит, и разделяются даже самые близкие люди, даже отец с матерью, сыновья с отцом и так далее. Это бы не хочет Иисус, не с этим он пришел. Но это следствие. Вы верите или нет? О чем говорить о вере, но даже какие-то политические события разделяют семьи. А в церкви? И в церкви, и не в церкви, в обществе. Вот произошло какое-то событие политическое, война. Одни на эту сторону, другую. И люди перестают даже разговаривать. И люди не... А иногда это не просто там, они начинают ненавидеть друг друга. А иногда даже и совершают передательство. А как они при этом считают себя и те и другие последователями Христа? На это ответа нет. Вот когда наступит тот самый великий суд Божий, вот тогда и будут разделены овцы от козлов. От козлов. И козлы. Вот. На самом деле там значит греческое слово козлики, а не козлищи. но просто в то время уменьшительные слова употреблялись очень часто без значения того, что это правда что-то маленькое. В общем овцы и белые овцы и черные там вот в чем разница овцы и козы. Овцы белые, а козы были как правило в Израиле черного цвета. Поэтому здесь белый и черный вы сами понимаете. Но очень легко разделить между прочим. не надо особо ждать. Да, интересно. Спасибо огромное вам. Пожалуйста. Благодарю, что вы опять уделили нам столько времени. Надеемся на продолжение этих таких пояснительных бесед, я бы их назвал. и конечно может в следующий раз расскажете эту историю про красную корову, почему ее так ждут. Ой, нет, мы, значит, я не занималась Ветхим Заветом. Естественно, кое-что в Ветхом Завете я знаю, просто потому, что Ветхий Завет, Новый Завет неразорбно связан с Ветхим. И поэтому, когда читаешь, что там много аллюзий, отсылок к Ветхому Завету и хорошие большие комментарии, они обязательно указывают. И поэтому читаешь и много узнаешь и о Ветхом Завете тоже. Но у меня твердое правило никогда не говорить о том, в чем я не специалист. Инкомпетентен. Так что пишите ваши вопросы и комментарии по Новому Завету. Да, 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 да. Вот. Я предлагаю, например, в следующий раз поговорить об умовении Иисуса, потому что все крещения, крещения, это очень важная тема, очень трудная тема, и она очень важна, потому что с этого начинаются все четыре Евангелия. Даже четвертые Евангелия, которые невероятно не похожи на остальные, пусть там нет самого рассказа о том, как это происходило, но и Анкрестители рассказывают это. Все равно это буквально в первых, чуть ли не с этого начинается Евангелие. Очень-очень трудный текст, и об этом можно говорить. Отлично. Ну и ваши предложения, уважаемые подписчики, какие темы вас интересуют, тоже можете предложить. да, да.